В чем причина? Почему мы вообще начали этим заниматься? Почему я начал инвестировать свое время и деньги в этот проект? Я испытал на себе проблему, которую наверняка испытывают другие люди. Это проблема неправильного выбора обуви. Я купил ботинки для сноуборда, через полчаса катания, я понял, что ботинки были выбраны неправильно. И я решил разработать технологию, которая позволит выбирать ту обувь, которая комфортна не только в примерочной, а также еще и в длиношей. Последние 90 лет человечество использовало метрическую систему, просто размер, просто цифра. А цифра, она никак не определяет уникальную геометрию вашей стопы. Мы хитрейт выводим из там нескольких десятков параметров. Вот, казалось бы, все очень просто. Нажали на кнопку и технология примерила сотни, тысячи паров. Для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы команда профессионалов разработала эти алгоритмы. У нас работают специалисты, которые делали симулирование баллистических ракет или симулирование полета самолетов. Именно такие люди нужны для того, чтобы симулировать ношение обуви. Любой разработчик вот такого продукта, как наш, как, например, трехмерный сканер, они начинают с того, что пытаются использовать уже готовые используемые библиотеки. Мы уже имеем собственные алгоритмы, разработанные с нуля, которые учитывают и особенности наших камер и особенности нашего сканера. Это сырые данные из камеры, не калиброванные. Для бытовой камеры это очень хорошие характеристики. Вот эти бугры порядка двух-трех сантиметров. Но для нас эта точность недостаточна. Поэтому мы разработали алгоритмы для калибровки. Та же самая сцена. Вот картинка с откалиброванной камерой. Здесь, как вы видите, точность миллиметрового порядка. Я занимаюсь разработкой архитектуры железной части сканера, начиная от подбора самых мелких проводов до проектирования полностью печатных плат. Человек в своем сканере может заваливаться. На одну из ног, как бы, да, баланс меняется. Соответственно, нога может расшириться. Алгоритм эти все расширения нивелирует. То есть человек сможет стоять, как ему удобно, так или так. Алгоритм все равно сработает правильно. Я осознал, что независимо от образования никогда нельзя найти специалиста, который решал что-то подобное. То есть ты понимаешь, что в некоторых ситуациях ты первопроходец. Мы качественно сканируем анатомию стопы, мы качественно сканируем ноги человека, мы качественно подбираем обувь. То есть мы сравниваем колодку, цифровую колодку обуви и цифровую модель стопы человека. Сканер работает очень быстро для пользователя. Нет никаких вращающихся деталей. Это повышает очень сильно надежность сканера самого. Нам гораздо тяжелее сводить потом это в единое целое. И у нас, например, нет нижней части ног человека. И вот эти все части нам приходится восстанавливать с помощью алгоритмов реконструкции. И они у нас есть. Там есть элементы искусственного интеллекта. Мы уже взяли четыре облака точек от камер. Мы убрали первичный мусор и мы свели их в единое глобальное облако точек. Видно, как накладывается полигональная модель. Получаем весьма гладкую хорошую модель. В результате мы достигли за последний год очень сильного прорыва в области повышения точности сканирования. Это практически ключевой параметр, который позволит нам правильным образом подобрать обувь. Проблема, которую мы решаем, она настолько актуальна, что она даже имеет свое название. Она называется онлайн феринг проблем. Проблема выбора обуви онлайн. Мы решаем эту проблему путем математического моделирования ношения обуви. Мы за вас бегаем, мы за вас прыгаем, мы за вас занимаемся сноубордом и горными лыжами. Поскольку стопа является сложной системой костей, мышц, сухожилий, то изменения, которые происходят в стопе во время даже простой ходьбы, они очень сложные. Мы попросили профессионального спортсмена пробежать для нас несколькими разными техниками и алгоритмами симуляции мы замоделировали изменения стопы человека во время соответствующей активности. В компьютере находятся секретные данные для компании. Есть риск, что их как бы выкроют. Поэтому эти данные все шифруются, а ключ находится на плате. И при вскрытии сканера происходит обнуление ключа и эти данные, ну можно забирать, ключ потерян, все. Это же не рождалось в один день. Весь успех – это результат коллективной работы. Самый основной актив – это люди. Люди, которые создают интеллектуальный продукт. Это проектировщики, это железячки, это программисты. Когда ты понимаешь, что большая часть ответственности на тебе, и ты должен решить это сейчас, и должен решить это в короткий период, то ты мыслишь совсем по-другому. Иногда приходится меньше спать, иногда нужно где-то быть активнее. В данном случае ты понимаешь, что ты работаешь на результат. Это состояние мне нравится. Мы желаем за короткий срок добиться своего, порадовать инвесторов и осознать, что мы здесь не зря. Мы помогаем людям быстро и эффективно подобрать комфортную обувь. Это наша основная функция. Я верю не только в проект, но я и верю в данный принцип. Это удобно, просто удобно. Вы сами будете покупать обувь онлайн. Кого бы я не спрашивал, все только за двумя руками. Не надо ходить каждый раз, примерять в магазине. Эта технология, виртуальная примерка, не приводит к тому, что человек двигается меньше. Нет, просто человек тратит время на другие задачи и даже на опыт. А если ты не хочешь ходить в магазин, у тебя решение заказать 10 пар обуви, которые привезет курьер. И не факт, что тебе подойдет опять же, да? Человек с интеллектом понимает, что он может приобрести интересную обувь, желанную обувь, подарки друзьям. Когда скан находится на сервере, сама система подберет, скажет где. Хотите, приезжайте, забирайте их. Хотите, к нам принять курьер и привезет именно вашу. С другой стороны, мы помогаем бренду увеличить свои продажи и уменьшить возврат. Дело в том, что если человек покупает некомфортную обувь и носит ее, он испытывает боль, он испытывает дискомфорт, мозоли и даже это может привести к болезням. И всю вот эту боль, которую испытывает покупатель, он ассоциирует с брендом, где он купил эту обувь. Поэтому наша задача – это повысить лояльность покупателя к этому бренду за счет правильного подбора обуви. Правильная обувь – рост конверсии, уменьшение возвратов, увеличение лояльности. Все вещи взаимосвязаны. Когда кто-то сомневается, только лишь из-за того, что обувь – это слишком сложный предмет для такой примерки. Но мы немало времени на это потратили, и с нами работают серьезные специалисты. Поэтому я не сомневаюсь, что качество будет очень высоким. Мы уверенно двигаемся вперед. У нас есть сложности, которые мы любим. Технология сложная, и мы успешно решаем задачи. Правильно подобранная команда – это залог успеха стартапа. Точно так же, как правильно подобранная обувь – это залог здоровья человека. Вы знаете, в детстве меня часто спрашивали, кем я хочу стать, как и всех детей. И я отвечал, что я хочу быть изобретателем. И в компании «Трайфит» я могу максимально осуществить свою детскую мечту в жизнь.